Войска Азербайджана отрезают Армению от Ирана, который является единственным наземным коридором для поставок в Карабах вооружения. В Нагорном Карабахе войска Азербайджана совершили еще один рывок, взяв под свой контроль город Физули. Вероятно, вскоре регион будет отрезан от Ирана. Таким мнением поделился на своей странице в Фейсбуке известный украинский блогер, военный эксперт Алексей Арестович. День независимости Азербайджана. Война. Эти сутки оказались прорывными, в прямом и переносном смысле. Взят Физули и еще семь населенных или условно населенных, не везде есть жители, пунктов в районе. Азербайджанская армия продолжила свое наступление вдоль границы с Ираном, и по сообщениям сторон, бои идут уже возле Худоферинского водохранилища. Причем на брошенных армянами пограничных заставах участках уже заступают на дежурство азербайджанские пограничники. Чем красиво и смертельно опасно для армянской страны движение в этом направлении? Тем, что Армения отрезается от поставок из Ирана. А это последний наземный транспортный маршрут, оставшийся у Армении, вооружений и военной техники, материальных запасов. И тем, что наступление на север приведет азербайджанскую армию к Лачинскому коридору, последнему автомобильному маршруту, соединяющему Армению с Карабахом, неподконтрольным еще Азербайджану. Маршрут на севере от Вар-Дениса до Хейвалы, под огневым контролем Баку. Это будет означать конец непризнанной республики, и этот конец весьма близок. Если еще физулинская группировка двинется на север к Хаджавенту, Мартуни, отрезая армянские войска Восточного фронта от Хаджавента к Карадаге и одновременно пойдут на Крымезый базар, то все, как организованная сила обороны Армении в Нагорно-Карабахской республике, существовать перестанет. Почему я уже относительно свободно пишу о возможных направлениях наступления азербайджанской армии? Потому что они логичны и понятны многим. Потому что армянской стране это уже не поможет. У армян явно обозначился кризис на фронте. Нет, это еще не бегство и не поражение, но надлом явный. На целом ряде видео, которое вчера опубликовала азербайджанская армия, показаны 79 ударов, причем преимущественно по живой силе армян. Охота идет буквально за отдельными солдатами. Азербайджанцы, как мы можем предположить, в преддверии тяжелого продвижения через перевалы, где роль пехотного фактора резко возрастает, особенно у обороняющихся, решили просадить армянской пехоте боевой дух, а ударами по складам ГСМ оставить армянскую технику на месте. И это не может не впечатлять. Любые солдаты с самыми крепкими нервами в условиях постоянной опасности с неба, то и дело оборачивающиеся ударами из ниоткуда, начнут просаживаться по боевому духу. Возникнет боязнь, которая сама по себе становится фактором наступления. Вообще в околовоенной тусовке возобладало мнение, что нынешнее избиение армянской армии стало возможным, потому что с их вооружением и техникой у них не было шансов. Я лично считаю это мнение принципиально ошибочным. Конечно, азербайджанская сторона обладает решающим техническим преимуществом и противостоять ему сложно. Но основная причина поражений армянских сил – людской фактор. На 22-й день избиения с воздуха по-прежнему отсутствует маскировка, как жанр, за некоторыми не очень удавшимися исключениями. Мобильные средства, ПВО и артиллерия, танки стоят на месте, как в тире. Оперативно-тактические комплексы выезжают в чистое ровное поле, чтобы азербайджанцы точно не промахнулись. Был ли шанс у армян? Конечно. Но для этого им надо было не почивать на лаврах, а брать жопу в горсть и заниматься напряженной боевой работой. Например, по советским представлениям пребывание ЗРК ОСА на боевой позиции 10-15 минут. Но для того, чтобы обеспечить такую работу, необходимо оборудование нескольких боевых позиций, замаскированных позиций ожидания, прокладка, маскировка и обеспечение путей подхода и отхода с них, оборудование ложных позиций и макетов, постов наблюдения и многого другого. Словом, необходимо было предварительно проделать и сейчас совершать большой объем тяжелой работы. Однако ни армянское командование не смогло, не захотело добиться совершения этой работы от подчиненных, ни подчиненные не догадались на своем уровне, что, например, собираться на открытом пространстве повзводно, чтобы поговорить – это плохая идея. Что интересно, существенная часть ударов, показанных азербайджанцами, это не удары беспилотных летательных аппаратов, а артиллерии, где беспилотные летательные аппараты играют роли разведки и наведения. Это означает, что огневой комплекс обнаружил-поразил, выстроен и работает эффективно. Лишнее доказательство, что азербайджанская армия, в отличие от своих визави, необходимую работу проделать не поленилась. Могли ли армяне не проиграть в этих условиях? Не думаю. Но существенно уменьшить достижения азербайджанской стороны, сохранить свой боевой потенциал – да. Но для этого нужно было трудиться. Не поняли, не захотели, не смогли. Ракетная война. В ночь на 17 октября вооруженные силы Армении снова нанесли ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана – Гянджи. В результате варварского обстрела погибли 13, ранены 52 человека, в том числе дети и старики. Разрушено или повреждено 20 домов. Ночной обстрел Гянджи – это очередное военное преступление, совершенное Арменией. Ереван заявляет, что бьет по военным целям в Гянджи, но стрельба неизбирательным оружием по населенному пункту – преступление, и армянское командование не может не отдавать себе отчета в последствиях. Имея принципиальные проблемы на поле боя, армянам ничего не остается, как терроризировать мирное население Азербайджана, ожидая, что оно начнет оказывать давление на свое политическое и военное руководство с целью прекращения войны, что по этой же причине вмешается международное сообщество и будет принуждать стороны к миру. Одним словом, это попытка остановить развитие успеха азербайджанской армии на поле боя и или спровоцировать на ответный удар по армянским гражданским целям, чтобы дальше развивать нарратив про турецкий геноцид, который собирается устроить азербайджанская армия в освобожденном Карабахе. Президент Ильхам Алиев обозначил основное направление политики ответа на обстрелы мирных городов Азербайджана. Заявил о том, что Азербайджан отомстит за Ганджу не ударами по мирным городам Армении, а на поле боя. Это очень взвешенный и точный подход. Ни в коем случае нельзя сорваться вместе в виде ударов по мирным городам и по территории Армении, если это не вызвано прямыми военными целями, как это было, например, когда азербайджанская сторона ударила по ракетным комплексам. Примерно сутки назад были уничтожены очередные. Политика. Без особых изменений. Армения ударами по мирному населению сильно проблематизировала себе шансы договориться цивилизованно. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям с 18 октября с полуночи по местному времени. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Армении. Перемирие, как обычно, не очень выполняется. Азербайджанская армия использует паузу для перегруппировки и подготовки нового наступления. Хочу поздравить народ Азербайджана с Днем Независимости, с достигнутым пожелать новых побед на поле боя и полного освобождения своих территорий. Карабах – это Азербайджан.